Российские власти занервничали из-за американской техноблокады. Газовая и нефтяная отрасли России терпят убытки. На путинский режим обрушились новые санкции со стороны Украины и Канады. Состояние Навального ухудшается, а SpaceX продолжает бить собственные рекорды, ошеломляющими темпами формируя группировку Starlink на орбите. Это программа антивести, она стала возможна благодаря вашей поддержке на сервисе Patreon. Ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему и в правом верхнем углу на этом экране. Подключайтесь! Российские власти занервничали и впервые признали. Новые американские санкции от 18 марта, полностью блокирующие поставки высоких технологий в страну, могут повлечь за собой разрыв уже действующих контрактов для важнейших областей производства в России. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Госзаказ». Он сказал, новые меры могут затронуть авиаотрасль. В ответ на вопрос корреспондента РБК Борисов заявил, что под ограничения может попасть любая высокотехнологичная продукция. Он сказал, цитирую, «в том-то и дело, те авиационные контракты, которые они захотят, те и разорвут. Там написано про высокотехнологичную продукцию и под нее можно отнести все, что угодно», — сказал он. В то же время вице-премьер пояснил, российская страна не получала информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю», — заявил он, — «что и предупреждать не будут. Они будут все делать в одностороннем порядке». В свою очередь Интерфакс приводит следующее его заявление, цитирую. «Администрация Байдена с сентября фактически вводит КОКОМовские списки», — сказал он, имея в виду историю времен Холодной войны, когда организация КОКОМ, то есть Международный Координационный комитет по экспортному контролю, составлял списки высокотехнологичных товаров, запрещенных к поставке в Советский Союз. Борисов указал, в Россию по их, то есть американскому желанию, можно будет запрещать экспорт всей высокотехнологичной продукции, которую они посчитают нужным запретить. «Вот вы имеете контракты во всех областях. Авиация, как живой пример с гарантированными поставками различной западной продукции. И вот по решению кого-то, какого-то дяди, берет американская компания и в одностороннем порядке его расторгает. Разве можно строить деловые отношения в такой ситуации?» – воскликнул Борисов, забыв, правда, указать, что такая печальная для России ситуация стала следствием ее агрессии против цивилизованного человечества и против Америки в частности. Новые санкции были введены Минторгом США в день выхода интервью Байдена, которым он назвал Путина убийцей. Формально речь шла о расширении ранее принятых мер в ответ на применение России химоружия. Если прежде имелись исключения с правил, то теперь и они устранены. Самый тяжелый удар получили авиационные, космические отрасли России. После 1 сентября американские компании не смогут поставлять компоненты для этих секторов российской экономики, которые, как известно, критически зависят от импортных комплектующих. Единственные товары, которые все-таки будут поставляться из США в Россию, это те, которые обеспечивают безопасность полетов гражданских пассажирских самолетов и межправительственное сотрудничество между США и Россией в космосе. Впервые с дефолта 1998 года «Газпром» получил годовой убыток по российским стандартам бухучета. Он составил 707 миллиардов рублей против прибыли 734 миллиарда. Две трети суммы убытка обеспечила падение акций «Газпромнефти». По итогам прошлого года они просели на 25%. Остаток принесли девальвация рубля, из-за которой резко увеличился в размерах валютный долг «Газпрома», а также обвал экспортных доходов. По итогам 2020 года компания прокачала в дальней зарубежье менее 180 миллиардов кубометров газа. Это минимальный объем за последние пять лет. В денежном выражении экспорт упал на 40%. Все это из-за резкого снижения цен в Европе, которые весной уходили даже ниже точки рентабельности «Газпрома», а именно около 100 долларов за тысячу кубометров. По данным Центробанка, продажа газа принесла в Россию 25 миллиардов долларов. Это минимум с 2004 года. Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 миллионами баррелей нефти. Из них четверть приходится на поставки из России. Стоимость попавшей в пробку российских грузов оценивается в 160 миллионов долларов. Все потому, что в ночь на среду сверхбольшой контейнеровоз «Эвер Гивернс» сел на мель в южной части канала и полностью заблокировал движение по нему в обе стороны. Сейчас идут работы по развороту судна, однако процесс этот долгий. И перед владельцами, а также фрахтователями судов сейчас стоит нелегкий выбор. Ожидать разрешения проблемы, рискуя понести убытки из-за штрафов за простой, либо воспользоваться альтернативным, но более долгим путем. Вокруг мыса доброй надежды. А это займет дополнительно полмесяца. Президент Украины Владимир Зеленский ввел беспрецедентный пакет санкций против 81 российской компаний и 26 граждан России. Под запрет попали в том числе пропагандистские издания Кремля. Газета Ру, Россия, Сегодня, ТАСС, Лентару, Утрару и агрегатор СМИ-2, куда попадают в основном пригожинские помойки. Все эти путинские инструменты гибридной войны будут заблокированы украинскими провайдерами. Физическим и юридическим лицам заблокируют активы, полностью установят их торговые операции в стране и запретят выводить капитал из страны. Заодно введены санкции против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в аннексированный Крым. Ужесточила санкции против Москвы и Канада, сделав это в ответ на, цитата, «нарушение прав человека в России». В черный список попали 9 российских чиновников. Глава ФСБ Александр Боротников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководитель администрации президента Сергея Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйла и директора Росгвардии Виктор Золотов. Новые меры названы частью общих дипломатических усилий по оказанию давления на высокопоставленных лиц в российском руководстве, причастных к попытке убийства Алексея Навального и последующему уголовному преследованию политика. Заявление канадских властей подчеркивается. Этим решением они стремятся обратить внимание на ухудшение ситуации с правами человека в России и на сокращающееся в этой стране пространство для гражданского общества. США открыто предупредили немецких партнеров о санкциях за Северный поток-2. Немецкие компании, задействованные строительством газопровода, могут оказаться под американскими ограничениями. Об этом госсекретарь США Интони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайку Масу на встрече в Брюсселе в среду. Глава Госдепартамента напомнил о позиции президента Джо Байдена, который считает трубопровод плохой сделкой и пообещал Масу, что американские власти продолжат следить за строительством и попытками сертифицировать проект. По его словам, если такие попытки будут продолжаться, Вашингтон продемонстрирует решимость в применении санкций. Блинкен подчеркнул, что трубопровод вносит политический раскол среди стран Евросоюза, расходится с целями ЕС в сфере энергобезопасности, а также подвергает Украину и Центральную Европу угрозам принуждения со стороны Москвы. В то же время он заверил, что разногласия между Вашингтоном и Берлином по этому вопросу не являются помехой для сотрудничества в других сферах. Днем ранее, во вторник, Госдепартамент озвучил позицию Блинкена, согласно которой США работают над тем, чтобы противодействовать попыткам России подорвать коллективную безопасность в Европе и в этой связи выступает против Северного потока-2. В тот же день генсек НАТО Йенс Толтенберг по итогам заседания министров иностранных дел организации заявил, что у НАТО нет единой позиции относительно будущего газопровода. Часть стран поддерживает его, в то время как некоторые уступают против. Сам Столтенберг, как следует из его слов, противник проекта. В среду он обрушился с критикой на путинский режим. По его словам, Кремль занимается дестабилизацией соседних стран, подавляет инакомыслия и репрессирует политических активистов. В свою очередь, госсекретарь США Интони Блинкен на пресс-конференции заявил, цитирую, «Мы все ожидаем, что наши отношения с Россией останутся сложными во обозримом будущем, но это то, к чему мы готовы». Цитата завершена. За день до этой встречи глава европейской дипломатии Жозе Боррель сказал, «Россия отдаляется от европейских ценностей и становится все более и более авторитарной страной. Дело Навального, кибератаки, дезинформация, неисполнение минских соглашений – все это подтверждает этот факт». Адвокат Алексея Навального, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили, о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, которой бывает срок заключения в колонии города Покров во Владимирской области. Со слов юристов, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине и жалуется на то, что у него отнимается нога. По утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата ибупрофена. Среду адвокатов не пустили к Навальному. По их словам, свидание было назначено на 13 часов, однако в итоге они так и не попали на территорию колонии. Администрация исправительного учреждения объяснила недопуска некими режимными мероприятиями. В команде Навального отмечают, что это первый случай за время ареста оппозиционера, когда адвокатам не удается попасть к нему в назначенный день. Соратники политика предполагают, что его могли госпитализировать, а администрация колонии может это скрывать. SpaceX запустила очередную группу спутников интернет-связи Starlink. Это стало своеобразным рекордом как для самой компании, так и в целом. Этот пуск был уже четвертым в этом месяце. Таким образом, в одном только марте SpaceX вывела в космос 240 спутников. Первая ступень успешно выполнила миссию и, как всегда, столь же успешно вернулась на Землю, отлетав уже шесть раз, подготовившись к седьмому полету. В результате группировка насчитывает уже ровно 1383 аппарата. В планах SpaceX развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов, а в последующем из 30 тысяч для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли высокоскоростным широкополосным доступом в интернет любой точки планеты. Недавно компания Илона Маска запросила у американских властей разрешение на подключение движущегося транспорта к Starlink. Проще говоря, SpaceX хочет, чтобы Starlink пользовались пассажиры самолетов, поездов, кораблей, больших грузовиков и живых автофургонов прямо во время путешествия. Для этого на транспорте будут устанавливаться специальные терминалы. Если все получится, то пока что эта услуга будет доступна только на территории Соединенных Штатов. Ранее в этом месяце стало известно, что SpaceX построит в Техасе завод для ускорения производства спутниковых антенн Starlink. Это была программа Антивести. Она стала возможна благодаря вашей поддержке на Патреоне. Подключайтесь к нам на этой платформе, чтобы получать дополнительный контент, а именно эксклюзивные видео, текстовую аналитику и доступ в закрытое сообщество NewSader. Ссылки на Патреон, а также на видео, в котором я объясняю, почему вообще имеет смысл поддержать NewSader, вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему и в правом верхнем углу на этом экране. Достаточно навести курсор и перед вами появится соответствующее меню с ссылками на Патреон и на видео. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч! Берегите себя! Субтитры сделал DimaTorzok